Доброе утро, дорогие друзья! 27 октября 2019 года в 12.00 по местному времени в России и за рубежом в пятый раз пройдет географический диктант русского географического общества. Масштабная международная просветительская акция давно стала традиционным событием для всех людей, неравнодушных к романтике, географических открытий, исследований и путешествий. В Ханты-Бансийске диктант состоится на площадке Егорского госуниверситета. Об этом подробнее мы поговорим с членом русского географического общества, организатором диктанта Натальей Хариной. Наталья Сергеевна, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Кого вы приглашаете на диктант? На диктант всех, кто умеет читать, писать. Как раз людей неравнодушных. И интересуется географией. Да, тех, кто умеет. Ну, давайте так даже. Те, кто просто обладает какими-то знаниями. И хочет их проверить. И хочет их проверить. А какие знания необходимы, чтобы написать этот диктант? Ну, сами задания состоят из 40 вопросов. Первый блок, 10 оправ, он будет легкий. То есть, на мой взгляд, легкий. Потому что это... А столица России, Москва. Ну, не так. А, допустим, давайте я вам задам вопрос. Давайте, давайте попробуем. Там был такой вопрос, я не помню, в каком году уже. Потому что 5 лет. Пятый раз проводится этот диктант. Пятый раз, да. И был такой вопрос, что мы знаем, что есть такая река Иртыш, которая течет с Казахстана в Россию. Так. А назовите реку, которая течет из России в Казахстан. Неужели тоже Иртыш? Нет. Это было бы очень, наверное. Просто. Да. Ну, мы поразмышляем. Сейчас, я думаю, многие так немножко в ступор впали. А на самом деле, давайте дадим правильный ответ. Насколько я помню, это утром так рано. То есть, вы не уверены тоже. Сейчас в своем ответе. Вдалека Урал. Ну. А, вот оно что. Так, хорошо. А еще какие? Какие там еще? Какая еще тематика вопросов? Ну, вот второй блок, который состоит из 30 вопросов, он будет более сложный. Тут, то есть, нужно немножко, наверное, поготовиться. Какой учебник, за какой класс надо пристать? За все. По географии. Мне кажется, за все. Это вообще география мировая в том числе? Или упор делается на свою страну? На России. Нет, это именно Россия. Именно Россия. Ну, он выглядит как диктант. То есть, кто-то озвучивает вопросы. И причем ведь есть разные варианты на разные группы людей, насколько нам известно. Да, он рассчитан? Да, всего 4 варианта диктанта. Это первый для жителей Российской Федерации граждан иностранных государств. То есть, он пишется же не только в России. То есть, все задания звучат на русском языке? Нет, на русском и английском. На русском и английском. То есть, смотря где проводится диктант, для кого. Второй блок, это для людей, ограниченных в своих возможностях. Это по зрению. Да, по зрению. Третий вариант, это получается онлайн. То есть, люди могут онлайн написать диктант, если вдруг они не могут прийти. То есть, не посещать площадки, а просто стать участником диктанта в интернете. Да. Как в прямом эфире. Да, начиная с 27 по 31 октября они могут любое время пройти диктант на сайте. Так, и четвертый вариант. И четвертый, это демонстрационная версия, которую можно прорешать уже на сайте. То есть, некая демо-версия, которую вы можете проверить себе. Год от года задания меняются, как в ЕГЭ, наверное, да? Ну да, я бы даже сказала, наверное, сложнее становится. Хорошо, когда станут известные результаты? 31 октября считается это день проверки, а 1 ноября уже выставят на сайте. То есть, вы можете сами проверить себе. Вот, чтобы стать участником, нужно заранее как-то зарегистрироваться, куда-то обратиться? Ведь тем более, в Югре где еще будут проводиться, кроме Югорского госуниверситета, площадки существуют? На самом деле, диктант будет проводиться полностью на всей территории округа, то есть, во всех районах. Во всех муниципалитетах? Да, везде полностью. Ну, что нужно? Паспорт? Какие данные необходимо о себе оставить? В городе диктант проводится не только в ЮГУМ. Я как представитель Югорского госуниверситета вам просто пришла и рассказываю. А будет также в самом отделении региональном. Русского дарда. Русского дарда. Русского дарда. Будет, насколько помню, в Газпроме. И будет... И не только для работников Газпрома. Ну, я, наверное, думаю, скорее для них только. Ну, может быть. Может быть, открыто для всех. И технологопедагогический колледж. Насколько я вот помню, площадки. Где можно получить дополнительные информации? Все есть на сайте РГО. Можно звонить в региональное отделение. Мои контакты как бы есть тоже по площадке. Вообще, на площадках на каждой есть телефон, с кем можно связаться. Какие-то ограничения по возрасту существуют? Ну, я думаю, что те, кто не умеют писать и читать, пока еще маленькие, они навряд ли будут. Они могут просто послушать. А так, на самом деле, у вас две возможности. Прийти на площадку, либо зарегистрироваться и пройти онлайн. Ну что ж, большое спасибо, Наталья Сергеевна. Мы желаем всем, кто решит проверить свои знания по географии и стать участником географического диктанта, удачи и успехов. И мы дополнительно потом сообщим о результатах. И ждем всех на 5-й юбилейный. В 12.00.27 октября. Большое спасибо и хорошего дня. Спасибо.